Здравствуйте, дорогие друзья! Мы только что вернулись с Риттердом с утренней прогулки и там по пути я увидел такие листики хорошие Родондондрона. Не знаю, как он так называется, я его называю всегда аэродром. Так, и я вам обещал, что когда-нибудь я что-нибудь сделаю со своим подарком от Nikon. Вот, видите, стоит сейчас шарик этот на подставочке и, вы знаете, мне захотелось сделать что-то вот такое сумасшедшее. То есть что-то, ну тоже фантастическое, не просто через этот что-то сфотографирует. Я подумал, что если поставить сюда этот шарик, то это будет интересный фрукт. Большой, зеленый, но проблема в том, что его сюда не поставишь. Но мы же с вами креативные люди, поэтому если сюда нельзя поставить, почему его нельзя поставить вот так. Так, сейчас подгоним, чтобы у нас действительно было темное. Тут зависит от отражения, как я большие листья поставил сзади. И теперь нажму на кнопочку Ну вот, видите, как здорово. Я пользуюсь этим светом, потому что я сегодня фотографировал для заказчика. И раз у меня все равно все стоит, я не стал перестраивать на... На дневной свет. Это можно с дневным светом сфотографировать. Вот так. Ну и сейчас давайте пойдемте в фотошоп и сделаем такую оливку, да. Но это совершенно сумасшествие. Я понимаю, что... Иногда хочется, вы знаете, иногда хочется сделать то, что никто не делал. Я такого не видел, поэтому я решил такое сделать. Ну а почему нет? Поставлю на стоке. А вдруг кому-то надо. А если не надо, то, в принципе, я сделал что-то интересное. Так, ну пойдемте в фотошоп. Ну вот наша картинка. Так, давайте-ка мы ее сразу перевернем. Вот так. Потом... Скопируем. Двинем сюда. Это зальем белой краской. Ctrl, стрелочка. Так. Сразу же сейчас удалим. Вот это вот ненужную руку нам. Рука нам совсем не надо. Так. Ну и вот этот край не надо. Потом вот тут я смотрю, какая-то лишняя береберда. Тоже не надо. Так. Ну а остальное все нормально. Так-так-так-так-так. Ну просто-напросто. Сделаем выделение и зальем виллу. Вот так. Вот так. Вот так. Все. Можно было бы эти, наверное, оставить. Ну, не знаю, рука тянется. Как бы замазать это. Поэтому давайте сделаем. Пожужущая немножко кисть. Сильно жёстко было. Так. Тут можем просто белый закрасить. Сделаем остриё. Вот так. Так. Где ещё у нас тут какие-то непонятки. Так. Вот этот инструмент возьмём. Ну что, ну я смотрю, хорошо получилось. Так. Потом белую кисточку вот эту уберём. Не нужно здесь какой-то листочек. Так. Ну я. Так. Здесь закрасим, здесь закрасим. Смотрим. А наверху ещё какая-то якошка есть. Так. Здесь. Тут не обязательно такая уж точность. Никто этого всё равно не увидит. Вот так. Так. И пойдём наверх. Эту дырку закроем. Ну и всё. Вот. Ха-ха-ха-ха. Интересно такая штука получилась, ребят. Так. Сейчас мы её поставим по середке. Давайте квадрат что-то сделаем. Что-то она просится в квадрат, мне кажется. Так. Вот так. И никто не догадается как это сделано. Кроме нас с вами. Так. 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 Вырезать. Ну-ка. Так. Посмотрим нужно ли ещё тут ему зелёненького добавить. Ну не знаю. Я бы оставил так как есть. В этом есть свой какой-то шар. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так. Деда-дад. Да господи. Не могу вспомнить как он называется деда-дандронт. Деда-дондронт. Ах. Ну и вот. В общем получилась смешная штука. вы знаете, я действительно ее поставлю на сток, кто ее знает может быть, кому-то это нужно на всяком случае у меня в портфеле будет, да и все ну вот, дорогие друзья вот мы в фотошопе сделали такую картинку совершенно сумасшедшую вы знаете мне кажется, иногда это типа этюдика такого, знаете, пришла в голову идея, шел по пути, увидел вот такую красивую веточку ну а куда я приспособил ну вот приспособил и поэтому как бы мне не жаль потраченного времени а кто ее знает, найдется миллионер купит шедевр за миллион картошку ж купили а почему такую громадную маслину не купить, правда ну, в общем, я вам скажу это всегда интересно это всегда интересно, когда ты идешь, у тебя какая-то мысь в голове да, родилась пусть сумасшедшая да, пусть какая-то действительно ненормальная ну а почему бы не воплотить? чем мы рискуем-то, ребят? я ее поставлю на стол поэтому воспринимайте это просто как изыск художник да, или шутку я желаю вам всего доброго друзья, начало недели я знаю, что для многих оно тяжело начинается поэтому решил вас немножко развеселить и поднять вам настроение скажите мне, удалось ли это всем доброго пока до сих пор Субтитры подогнал «Симон»!